Вы слушаете чтение Библии. 27 августа. Книга Ездры. Первая и вторая главы. Глава первая. В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господа из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь Персидский. «Все царство земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, да будет Бог его с ним, и пусть Он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы они ни жили, пусть помогут Ему жители вместо того серебром и золотом и иным имуществом и скотом с доброхотным даянием для Дома Божьего, что в Иерусалиме». «И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты, всякие, в ком возбудил Бог дух Его, чтобы пойти строить дом Господен, который в Иерусалиме. И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом и скотом, и дорогими вещами сверх всякого доброхотного даяния для храма. «И царь Кир вынес сосуды дома Господнего, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме Бога своего. И вынес их Кир царь Персидский рукой Мефридата, хранителя сокровищ, а он счетом сдал их Шешбацару, князю Иудину. И вот число их. Блюд золотых — тридцать, блюд серебряных — тысяча, ножей — двадцать девять, чаш золотых — тридцать, чаш серебряных — двойных — четыреста десять, других сосудов — тысяча. Всех сосудов золотых и серебряных — пять тысяч четыреста. Все это взял с собою Шешбацар при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим. Глава вторая Вот сыны страны, пленники-переселенцы, которых на уходоносор царь Вавилонский отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, пришедшие с Зарававелем, Иисусом, Неемией, Сараием, Рейлаем, Мордахеем, Бельшаном, Мисфаром, Бигваем, Рихумом, Вааном. Число людей народа Израилева Сыновей Пороша 2172 Сыновей Сафатии 372 Сыновей Араха 775 Сыновей Пахаф Маава Из сыновей Иисуса и Иоава 2812 Сыновей Элама 1254 Сыновей Затуя 945 Сыновей Закхая 760 Сыновей Вания 642 Сыновей Бебая 623 Сыновей Асгада 1222 Сыновей Аданикама 666 Сыновей Бегвая 2056 Сыновей Адина 454 Сыновей Атера Из дома Изякии 98 Сыновей Бицая 323 Сыновей Иоры 112 Сыновей Хашума 223 Сыновей Геббара 95 Уроженцев Вифлеема 123 Жителей Нитофы 56 Жителей Анафофа 128 Уроженцев Азмовефа 42 Уроженцев Кириаф и Арима Кефиры и Бейрофа 743 Уроженцев Рамы и Гевы 621 Жителей Мехмаса 122 Жителей Вифиля и Гая 223 Уроженцев Нево 52 Уроженцев Макбиша 156 Сыновей Другого Элама 1254 Сыновей Харима 320 Уроженцев Лидды, Хадида и Оно 725 Уроженцев Иерихона 345 Уроженцев Синаи 3630 Священников Сынов Иедаи из дома Иисусова 973 Сыновей Иммера 1052 Сыновей Пашхура 1247 Сыновей Харима 1017 Левитов Сыновей Иисуса и Кадмиила из сыновей Гадавии 74 Певцов Сыновей Асафа 128 Сыновей Превратников Сыновья Шалума Сыновья Атера Сыновья Талмона Сыновья Акува Сыновья Хатиты Сыновья Шувая Всего 139 Нефинеев Сыновья Цихи Сыновья Хасуфы Сыновья Табаофа Сыновья Кероса Сыновья Сиаги Сыновья Фадона Сыновья Лебаны Сыновья Хагабы Сыновья Акува Сыновья Хагава Сыновья Шамлая Сыновья 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 Бацлуфа, сыновья Мехиды, сыновья Харши, сыновья Баркоса, сыновья Сисры, сыновья Фомаха, сыновья Нициаха, сыновья Хатифы, сыновья рабов Соломона, сыновья Сатая, сыновья Гасаферефа, сыновья Феруды, сыновья Иаала, сыновья Даркона, сыновья Гедела, сыновья Сифатии, сыновья Хатила, сыновья Пахерев Гацебаима, сыновья Амия, всего Нефинеев и сыновей рабов Соломона, 392. И вот вышедшие из Тел-Милаха, Тел-Харши, Хируб, Адан и Мера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они, сыновья Делаи, сыновья Товии, сыновья Никоды, 652. Из сыновей священнических, сыновья Хабаи, сыновья Гакоца, сыновья Верзилия, который взял жену из дочерей Верзилия Гаала Детянина и стал называться именем их, они искали свои записи родословные и не нашлось ее, а потому исключены из священства. И Тершафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник Суримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь их, которых было 7 337, и при них певцов и певиц 200. Коней у них 736, лошаков у них 245, верблюдов у них 435, ослов 6720. Из глав поколений некоторые, придя к Дому Господнему, что в Иерусалиме, доброходно жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить его на основании его. По достатку своему они дали в сокровищницу на производство работ 61 тысячу драхм золота и 5 тысяч мин серебра и 100 священнических одежд. И стали жить священники и левиты, и народ, и певцы, и привратники, и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах своих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok